И снова здравствуйте. Третий видос снимаю за сегодня, хотя скорее всего он выложится уже возможно завтра. Этот видос будет посвящен моему мнению и соответственно лимиткам и фраше. Новогодние лимитки и фраше плюс еще лимитка, которая вышла перед новогодними лимитками. Я решила, что в принципе их можно объединить. Если вы любите гели для душа и фраше и юзать их как пены для ван, то это видос для вас. И если вы еще не покупали лимитки и фраше под Новый год. Короче говоря, сначала мы обозрим вот эту замечательную, сделанную в России, в Питере. Точнее даже где-то там. Слушайте, это сделано не в Питере. Это сделано уже в Москве. В общем, сделанную в Москве, лимитированную коллекцию, гель для душа и ванны, снежная ваниль. Окутайте себя сказочным ароматом снежной ванили. Не знаю насчет снежной, надо конечно уточнить, что там было на франции, но насколько мне помнится, white это белый, а blanche, blanche или типа того, это тоже белый. В общем, тут у нас white ванилла, тут у нас белая ваниль. По виду она тоже белая ваниль, я решила, что она все-таки не снежная, а белая ваниль. И как гель для душа, она офигенно экономичная. Вообще у меня была с собой бумажка, но я ее не взяла. Наверное, надо вернуться за этой бумажкой, как вы думаете? Я вернулась за бумажкой, уже с бумажкой. Я ее слегка полистаю, потому что вообще у меня человек, даривший мне эту ваниль, и не только ваниль, возжаждал. Ну, как бы я, наверное, поняла, что она возжаждала, я озвучила, она как бы подтвердила, чтобы я сие протестировала, а потом сказала свое мнение. В общем, что хочу сказать. Как гель для душа, очень экономичный. Ну, я как-то привыкла на себя дофига выливать, и вот если вылить в два раза меньше, то, в принципе, не придется дофига смывать себе этой пеной. Как гель для душа, в общем, он классный. Аромат на коже держится после душа, уже после того, как смыл это все, вытряхся полотенчиком, еще 15 минут. Но он не пахнет этой самой ванилью. Если из флакона, вот через крышечку, какой-то аромат еще чуется, если снять крышечку вообще, чуется тоже аромат, то в душе он раскрывается тем же, чем чуется вот здесь, и это совершенно не ваниль. Это у нас, ну вот чисто мне отдавало какой-то горчинкой, какой-то перечной ноткой, какими-то пряностями конкретными такими. Вот тут у меня пузырьки поперлись. А вот, как пена для ванн, я вылила стабильные, стандартные, как советуют, там несколько колпачков, я вылила 3 колпачка. Пена не ахти. Мне кажется, если вылить даже весь флакон, будет то же самое. Короче, допустим, есть какие-то у них гели для душа, даже вот эти масла, которые сделаны во Франции, в общем, мне кажется, то, что сделано во Франции, оно все-таки, если бы вот это было сделано во Франции, оно, возможно, бы и давало пену. Но, ну, вот, допустим, набирается у меня ванна. Такая среднячком пена для ванн, пол ванны, с пеной пол ванны, так, чуть-чуть. Но набралось. Вроде как нормально, такая уже практически равномерная пена для ванн. Если вы из тех людей, как, допустим, я, ну, иногда бывает, что надо отвлечься, там, минуты на 2-3. В общем, если вы вдруг там что-то забыли, полотенце еще, что-то залезли в эту ванну уже минуты через 3-5, после того, как набрали эту ванну, то вас ожидает такой приятный сюрприз. Пена уменьшилась в 2 раза. А когда вы ложитесь в эту ванну покайфовать, мало того, что запах не особо приятный, потому что в душе-то он раскрывается, а тут вот в ваниле вообще не чувствуется, аромата практически как такового приятного не чувствуется, местами только какая-то горечность дает. Вы лежите, лежите, и меньше, чем через 10 минут получается, что у вас эта ванна уже практически без пены. Плюс, конечно, что можно после душа не смывать эту мыльную хренатень, но с другой стороны, ну, это уже на любителя, кто смывает, кто нет. Как бы ждешь-то заявленный гель для душа и для ванны, точнее, гель для душа и ванны, то бишь, соответственно, пена для ванны должна быть, ну, в общем, если вы хотите его пользовать, как пену для ванн, потратите ваши деньги на что-нибудь другое. Как гель для душа, очень экономичный вариант. Молочко, сделанное во Франции. Сейчас я гляну, в чем у меня тут по поводу молочка. Да, кстати, вот этот он еще и густой для большего счастья, что, я думаю, наверное, в честь того, что экономичный. В общем, молочко. Что хочу сказать. Насчет аромата более нежный, чем в геле, оно тоже горчит. По консистенции такое, вот мне, ну, почему-то напомнило, допустим, чуть-чуть подогретое, я никогда не грела или грела, но не помнила, но вот ощущение такое, чуть-чуть подогретое сгущенное молоко. И по цвету, такое ближе к белому молочному, такому даже, не знаю, не совсем белому, такому именно, вот по цвету, наверное, сгущенного молока, кремового такого молочного цвета, молочного кремового цвета, Потом, ну, оно само по себе такое, наверное, и должно быть молочко, густенькое. Я не знаю, сейчас, конечно, может выдавлю его. Ну, и аромат, я говорила, что у него такой нежненький, да, более нежный, хотя тоже с горчинкой. Оно хорошо увлажняет кожу. Вот такая вот сгущенка. Сгущенка же, да. Оно хорошо увлажняет кожу, единственный минус, оно впитывается, но для меня, мне кажется, долго. Потому что в течение 7 минут оно впитывается. Но зато кожа очень увлажненная, нежная и в течение всего дня до следующего приема вечернего душа или ванны. И аромат чуть дольше остается на коже, возможно, где-то минут на 30, как-то так. Но если, допустим, нанести какие-то другие духи, оно не смешивается, и оно друг другу не мешает. И вот как молочко оно мне очень понравилось. Поэтому, если вас не смутил тот момент, если вы любите просто гели для душа и не особо воспринимаете пену для ванн, то можете купить русского изготовления геля для душа из этой серии и добавить французский продукт, белую ваниль, молочко для тела. Это у нас молочко для тела. Снежная ваниль перевели на мозги. Это у нас составит тут масло корейте, потом водный экстракт василька. Кстати, у них этот водный экстракт часто добавляют в гели для душа. Миндальное масло и экстракт ванили. Без каких-то там масел и парабинов. Ну, я доверяю французской марке, если она сделана во Франции, а не в России. И у нас тут такая вот этикеточка, что вот это вот оно перерабатывается. Кстати, что очень даже хорошо. В общем, классная, хорошая новогодняя лимитка в виде молочка для тела. Еще одна лимитка, уже другая. Это у нас. Кстати, вот оно, я боялась, что оно будет похоже на обычную ваниль франшевскую, там бурбонскую ваниль, просто ваниль. Совершенно ничего такого нет. И ванили тоже, кстати, особо нет. Вообще, по-моему, нету этой ваниль. Там просто какая-то перчинка, горчинка. Или вот, ну, очень отдаленная какая-то ваниль. Так, совсем чуть-чуть где-то в километре от вас эта ваниль появилась и смешалась с перчинкой какой-нибудь. Это у нас, я уже ругалась, что тут темная на темном. Лимитированная коллекция, гель для душа и ванны, зимние ягоды. Что у нас тут заявлено? Клюква и опять василек бива. Водный экстракт. В общем, что хочу сказать. Я боялась, что это у них повтор того, что было. Уже у них были ягоды в золоте, такие красные ягоды, по-моему, ежевика и малина, что-то такое. У них была уже какая-то клюква, дизайн только другой. В общем, даже по цвету оно напоминает ягоды в золоте. Была у них такая новогодняя лимитка. Сделано вот это счастье, конечно, у нас в России. Где бы еще-то ему делаться? Французской-то марки, французской-то косметики. Где бы еще делаться? Только в России. Не иначе, да еще и в Москве. Обычно у них то, что делалось в России, разливалось где-то под Питером. Теперь, видимо, чтобы далеко не ездить, стали в Москве разливать. 200 мл у нас тут. Как гель для душа, тоже очень экономичный. Как и вот это счастье. Но, как пена для ванн, вообще никакой. Я его добавляла. Иногда вот я делаю все тазики для ног. Я помню, у меня был такой запрос на этот видос, когда я все-таки запишу. Саша, у меня там много нескольких видосов есть. Но никак все-таки, что-то руки не дойдут его в один отдельный скомпоновать. Короче говоря, иногда вот капнешь немножко такого же Ифрашевского, как у него геля сделанного во Франции. И пена нормальная такая в тазике. Этого я капнула, у меня такая вот пенка посередине тазика. Чуть-чуть какой-то плевок был. И буквально через 10 минут этого плевка вообще не стало. Хотя уже там конкретно тазик набрался, да, посидеть на грани в тазике. Фиг. Короче, как гель для душа, он шикарный. Экономичный, хороший гель для душа. Пахнет клюквой, малиной и ежевикой одновременно. Что-то такое нежное, вкусное, прикольное. Это как он раскрывается в душе. Как вот открываешь колбачок, это конкретные красные ягоды в золоте. Красный вариант ягод в золоте и в Ифрашевской, Лимитской, новогодний фиг знает, может год-два назад сделанный. Только с другим дизайном. В принципе, как гель для душа ничего. Если вы любите пеннедзеван, то лучше потратить деньги на что-то иное. Или на что-то иное, но сделанное во Франции. И вот это вот. Я его не юзала как пену для ванн. Но судя по тому, что он сделан в России, в Москве, все в том же месте. Это у нас лимитированная коллекция мандарины, кедр, гель для душа и ванн. Насладитесь тонизирующим и пикантным ароматом мандарина и кедра. 12 месяцев после вскрытия. Этот я пользовала, видно, что меньше. Я его уже сразу поюзала, слегка поменьше наняла на губку. Правда, потом чуть-чуть пришлось добавлять, потому что на одну треть тела не хватило пены. Но все равно довольно экономичный. В общем, он экономичный, он дает шикарную, хорошую пену. Но я подозреваю, что раз он сделан, как вот эти две в том же месте в Москве, по консистенции он один в один напоминает вот эту вот часть, лимитский новогодний, то, скорее всего, пена у него такая же отвратная будет, то бишь никакая. Я даже не стала тратить время и рисковать, так сказать, потому что я люблю все-таки большую пену. Или хотя бы, если делаешь пену для ванны, то лежать в ней минут 10-15, и знать, что эта пена еще оставится с тобой. А не ляжешь, и минут через 5-7 ее уже нет. В общем, раскрывается он. Внезапно довольно приятно. Хотя вот чисто, когда открываю флакон, ощущение, что у меня пахнуло какой-то немножко аптекарской жидкостью, которую ароматизировали апельсином. Довольно приятно. Не сказать, что там вот чувствуется этот кедр, но мандарин довольно такой яркий. Ну, не такой вот, чтобы конкретно мандарин, но скорее даже вот если, допустим, бодрящий мандарин есть, этот более нежный такой мандарин, более нежный мандарин, именно вот так он и раскрывается. В общем, в принципе, как гели для душа, довольно экономичные и довольно хорошие. В принципе, можно заюзать чисто даже вот потому, что это лимитки и фракшерские, потом они куда-нибудь исчезнут, и фиг их найдешь. С другой стороны, если оно заявлено, как еще и для ванны, то это, конечно, обман. Никакой тут для ванны не будет, и чисто как пена для ванн после отрата времени и денег. В общем, вот такой у меня обзор этих самых лимиток новогодних и не совсем. Тоже, если вы досмотрели до конца, то вам спасибо, ну и пока!